Поликлиники Усть-Каменогорска Ради экономии бюджета поликлиники врачи не спешат выписывать направление на консультацию усмежников, ведь вместе с бумажкой утекут и деньги. А сбережение выделенных государством средств – расчет на премию. Сейчас к узким специалистам можно попасть только через направление терапевта. Но сейчас терапевт решает, или он сам может разобраться с проблемой человека, или отправляет к узкому специалисту. Но это получается, что гораздо реже, чем раньше. Обновленная властями система здравоохранения пополнилась комплексным подушевым нормативом. Иными словами, врач поликлиники, направляя своего пациента к профильному специалисту, знает, что государственные деньги на лечение гражданина попадут в нужные руки. Больной же, по мнению чиновников, будет рад получить консультацию без проволочек. Хотели как лучше, но получилось хуже прежнего. Ведь в дело вмешалась меркантильная людская экономия. В итоге в три раза увеличилось количество тяжелобольных в стационарах. Возможно, перегибы, как всегда, когда начинается что-то новое, бывает. Но постоянно разъяснения и занятия с медицинскими работниками устраняют эти перегибы и дефекты. На сегодняшний день население имеет преимущество. Мы направляем уже конкретно по договору. В рамках договора по определенным формам направлений диагностический центр. И они получают бесплатную услугу. Не нужно, допустим, стоять в очередях, знать, получит он или не получит бесплатную помощь. По душевой норматив не единственное ноу-хау в новой системе здравоохранения. В стационарах, например, идет оптимизация. Сокращаются койко-места в палатах. Это тоже весьма нервирует несведущих казахстанцев. Впрочем, в комиссии по здравоохранению от Совета общественности считают, что толковые разъяснения нюансов системы успокоят население. У нас сегодня люди не знают, какие платные и какие бесплатные медицинские услуги. На этом фоне могут быть, безусловно, злоупотребления. Для этого необходимо обеспечить прозрачность бесплатного гарантированного объема медицинских услуг. Нужно опробовать и потом уже делать какие-то выводы. Как знать, может быть, данные нововведения пойдут на благо нашего населения. Однако люди, которых уже неоднократно обманывало государство, очень насторожно относятся к позитивным обещаниям властей. И боятся, что вскоре бесплатная медицина останется лишь в их памяти. Субтитры создавал DimaTorzok